Приветствую вас. Я предлагаю вам исходить из того, что вы написали. Написали вы про близость своим мужем. Написали вы про доверие между вами. Написали вы о том, что хотели бы иметь более полноценную связь, чем ту, что была в молодости. Да? То есть это, видимо, речь идет о духовном единении, видимо, речь идет о понимании друг друга, речь идет о таких вещах. И это здорово, что вы об этом говорите, но, несмотря на то, что у вас хорошая цель, у вас именно, именно цель хорошая. Я бы сказал, что, несмотря на цель, вы выбираете не совсем верный способ реализации этой цели. То есть, вы сейчас говорите о том, что мужу нужно что-то делать, да, муж должен, там, как-то вам подчиняться, вы должны как-то ему помогать. Вот. А если ваш муж зависим от трудоголизма, да, то это его проблема, которая имеет место быть в его семье. Если муж не хочет идти к психологу, значит он еще не готов к тому, чтобы начинать что-либо менять. А это, в свою очередь, означает, что любые ваши действия в сторону, вот, того, чтобы как-то ему помогать, снимают с него ответственность за свое поведение, снимают с него ответственность за свои поступки. Возможно, возможно, ширит, ширит его чувство вины, которое у него, скорее всего, есть. И, тем самым, значит, подталкивает его еще больше, значит, к тому, что он, вот, собственно, делает. То есть, необходимо человека оставить, грубо говоря, наедине со своей проблемой. Чтобы он увидел последствия, чтобы он прочувствовал их, чтобы он увидел, каково это, когда, вот, ты сам пожинаешь плоды того, что делаешь, того, что ты выбрал и так далее. И только в этом случае, в случае, если вы позволите мужчине действовать самостоятельно, только в этом случае, в случае, если вы дадите человеку возможность самому делать выбор, самому решать, только в этом случае, только в этом случае, есть шанс, что у него что-то изменится, и он как-то вот по-другому будет себя вести. А в противном случае, в случае, если вы будете на него вот так вот давить, например, как вы давите на него сейчас, вот, в этом случае ничего не получится. Потому что мужчина, он до тех пор пока не почувствует, что он сам, реально сам что-то может, он ничего не изменит. Другое дело, другое дело, что вы можете от него отстраниться, что называется, отстраниться с любовью, вот, и, собственно говоря, показать ему, что, с одной стороны, вы его любите и вы его уважаете, вы его цените, вы его любым принимаете. С другой стороны, вам не нравится то, что он делает, вы высказываете свою твердую уверенность в том, что он себе вредит. То есть, над доверием, к которому вы стремитесь, нужно работать уже сейчас, над доверием, а не ждать, грубо говоря, каких-то условий для того, чтобы это доверие могло быть реализовано. То есть, вы хотите, вы хотите доверия со своим мужем. Ну, в принципе, это неплохо, если вы хотите доверия. Действуйте, действуйте уже сейчас, чтобы оно, это доверие было между вами. Позвольте мужу делать то, что вы хотите, то, что он хочет. Позвольте мужу быть тем, кто он есть. Покажите ему последствия того, что он делает во всей красе. Покажите ему это все. Дайте ему понять, увидеть. И будьте рядом с ним в тот момент, когда он это делает, когда он изнывает, когда он страдает, мучается и так далее. Будьте в это время с ним. И, собственно говоря, спокойно, один раз, но твердо скажите, что вы уверены в том, что ему нужна помощь. Один раз скажите ему, что вы уверены в том, что сам он не справится. И один раз скажите ему, что вам это однажды может надоеть. То есть, не нужно пугать его, например, разводом, да? Не нужно пугать его разводом, особенно, если вы не собираетесь разводиться. То есть, именно разводом пугать не нужно, если вы им дорожите, если вы его любите и так далее. Им на разводом пугать не нужно, но если вы хотите, чтобы все это поменялось, то я соглашусь со своим коллегой Кудрышовым Игорем Леонидовичем в том, что вам нужно меняться самой. Потому что, как бы, что бы там ни было, семья это система, здесь я тоже с коллегой со своим согласен. Вот. И, соответственно, поскольку семья это система, то нет никакого иного выбора, кроме как меняться самостоятельно и, ну, меняться самой. Вот так вот скажем. Без этого, без этого все, что, все, что бы вы не делали, обречено на провал просто потому, что будет, будет повторять, как бы, будет повторять, как бы, то, что, то, что вы уже делали до этого. А вы, и вы же, я уверен, хотите, ну, чего-то серьезного, вы же, я уверен, хотите результата. Вот. И, соответственно, для результата нужно, вот, изменить себя. То есть, что, что нужно сделать, грубо говоря. Грубо говоря, нужно больше, больше внимания уделять именно себе, тому, что делаете вы. Больше внимания нужно уделять заботе, заботе о себе. Нужно любить себя, относиться с заботой к себе, а не растворяться в другом человеке. Понимаете, если вы, вот, своим примером продемонстрируете музеум, грубо говоря. Как нужно делать. Как, я не знаю, как правильно, допустим. Ну, вот. Это будет неплохим началом и неплохим стимулом для вашего супруга. Что-либо делать. Если же вы растворяете целиком и полностью в нем, то, соответственно, ну, логично совершенно предположить, что и мужчина так же будет склонен к тому, чтобы растворяться в работе и так далее. Значит, останавливать никого ни от чего не нужно. Нужно принимать, понимать, любить, но без ущерба для себя. Вот. Я бы рекомендовал вам обратить внимание на то, что вы просите за своего мужа. То есть вы, как бы, делаете это, ну, не то, что вы, может быть, в обход его, может быть, и не в обход. Но вы делаете это в любом случае, как скажем, вы делаете это самостоятельно. То есть вы, взрослый человек, самостоятельно просите за другого взрослого человека. Тем самым принижаете его. Вот это ключевой аспект, который мешает вам выстраивать отношения на тех самых основаниях, на которых вы хотите. Смотрите. Это тот самый аспект. И до тех пор, пока вы будете вести себя с ним так, как будто вы его родитель, вы его мама, еще одна, пусть есть немножко другая, да, но все равно мама. Дело не будет. Вот. В заключении я бы хотел сказать, что очень рекомендую вам почитать книгу Валентина Москаленко «Зависимость семейной болезни». Вот. Для понимания общих, значит, аспектов, ну, в таком более развернутом виде, зависимости и созависимости. В книге в основном описана, значит, алкогольная зависимость, но абсолютно все рекомендации в книге применимы и к любому другому виду зависимости, в том числе и трудоголизма. Потому что любая зависимость, это зависимость в первую очередь психическая, да, и только потом уже физическая и химическая. Вот. Значит, два основных постулата, или даже может быть три основных постулата, которые, которые являются ответом на ваш вопрос. Значит, первое. Первое. Если муж не хочет идти к психологу, значит, что он не хочет работать за твоей проблемой. Значит, не поможет ему ничто и никто в целом свете. Все лечение, вся помощь будет насильственной и не будет иметь никакого эффекта, результата и будет просто потерей. Времени, энергии, ваших денег, в том числе, ресурсов, сил и нервов. Ну вот. Второй момент. Это момент, значит, того, чтобы вы позволили своему мужу, вы позволяете своему мужу делать то, что он хочет. То есть, принимаете его позицию, но твердо заявляете о том, что он болен, например, трудоколизмом и ему нужна помощь. Вот. Ваше твердое заявление на этот счет поможет мужчине увидеть, что вы не просто принимаете его проблему, но вы доверяете ему, мужу, то есть, в этой проблеме, в части этой проблемы. Вы доверяете мужу и верите в то, что он сам способен с этим, то есть, со своей проблемой справиться. Третий постулат. Это постулат такой, что своим примером вам нужно демонстрировать, как все должно быть. Как должны обстоять дела. Как здоровый человек, именно здоровый человек должен относиться к самому себе. Для этого вам нужно относиться к себе бережно, с уважением, да, с заботой, радовать себя, баловать себя и так далее. Вот. То есть, здесь важный момент. Это момент личного примера. Если его нет, то нет никакого и эффекта от того, что вы делаете абсолютно. К сожалению. И, наверное, все-таки, я так думаю, еще один постулат будет все-таки. Этот постулат заключается в том, что если муж не хочет идти к психологу, то муж недостаточно еще готов, недостаточно прочувствовал свою проблему. А это значит, что он еще не готов к лечению, не готов к взаимодействию, не готов к тому, чтобы, ну, что-то делать для самого себя. И в этом случае данную ситуацию, пусть она и нехорошая, пусть она и печальная, данную ситуацию нужно принять. Просто потому, что выбора у вас особо и нет. Да, человеку против желания не заставишь ничего делать. Тем более, что это не обычная болезнь, да, а достаточно специфичная и, в общем-то, тяжело принимаемая мужчина. То есть, ему нужно время, ему нужно видеть, что вы готовы принять его, вот, как бы это сказать, таким, вот. То есть, ну, таким заболеванием своим, ему важно видеть, что вы принимаете его именно таким. И когда и если он это увидит, то ему и вам будет гораздо проще что-либо делать, ему и вам будет гораздо проще взаимодействовать друг с другом. И мужчина быстрее придет к тому, что ему нужна помощь. Потому что сейчас он не соглашается на помощь только по одной причине. Он считает, что это позор. Он считает, что для него это означает, ну, что-то вроде шага назад, обесценивание и так далее, так далее, так далее. Это, конечно же, не так, но мужчина так думает и, соответственно, преубедить в этом можете его только вы. То есть, со своей стороны, я предлагаю вам помочь не мужу, а себе. То есть, то, что вы созависимы от своего мужа, мне кажется, очевидным и, соответственно, исходя из этого, вам также нужна помощь для преодоления данного аспекта. То есть, чтобы, ну, чтобы вы не были созависимы. Вот. И вам нужна также помощь в стиховках. Вот. Для начала прочитайте книгу. Я думаю, что она полезна будет для вас. Вот. А дальше уже, когда получите примерное представление о том, что происходит, уже можно будет тогда что-то делать. Вот. Вот. Ну, уже можно будет работать тогда. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и искренне надеюсь, правда, надеюсь, что ваша ситуация, она разрешится успешно. Но помните, что для этого нужно всё-таки менять обоим. И поскольку вы лицо заинтересованное, то меня нужно в первую очередь вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...